Казахстан разделился на богатую столицу и бедный юг. Разница в средних заработных платах в этих двух регионах почти в два раза. При этом доходы выше среднего имеют жители всего 9 из 20 регионов республики. Самый большой средний доход на души населения имеют жители столицы – 430 тысяч тенге. Второе место заняли алматинцы – 392 тысячи тенге. Замыкают тройку лидеров карагандинцы – почти 380 тысяч тенге. Наименьшие доходы у жителей Туркестанской области – 212 тысяч тенге. Но правда, это больше на треть, чем годом ранее. За ней идет Джамбулская область, где приходится 213 тысяч тенге на душу населения. И Шымкент – около 220 тысяч тенге. По словам экспертов, в бедных регионах зачастую не хватает работы. Юг традиционно считается трудоизбыточным, а север и запад – трудодефицитными. Нужно создавать новые рабочие места, развивать индустрию и бизнес. Сами граждане должны быть экономически мобильными. Переезжать туда, в тех регионах, где у нас больше рабочих мест. Государство только может создавать вот эти стимулы по экономической мобильности. Ну и получаются вопросы, наверное, межбюджетных отношений. Это система трансфертов, то есть трансфертов общего характера. Они могут вот этими трансфертами как-то пытаться выравнивать экономическое развитие регионов. Но все равно будут, все равно они неравны, вы поймите. В Астане очень много чиновников и госслужащих, которые получают стабильную, хорошую заработную плату. А на юге процветает торговля и сфера обслуживания, где заработок зависит от покупательской способности. А зарплаты – маленькие. Эксперты заявляют, нужно уделять внимание развитию каждого региона как отдельного государства. Надо менять политическую структуру власти. Понимаете? У нас ни один Аким, ни областной, ни городской, ни район не заинтересован ни в чем, кроме в развитии собственного кармана. Какой Аким после такой, когда он не избираемый, а назначаемый? Ну разве он будет заинтересован в развитии народа, в развитии, там, повышения его уровня жизни, доходов, создания рабочих мест и так далее. При этом, по словам экспертов, ситуация «богатый север» и «бедный юг» сложилась не только в нашей стране, а во многих других государствах. Все потому, что юг зачастую привлекает людей своим умеренным климатом. А вот создание рабочих мест за переселением успевает не всегда. Север же нуждается в рабочих руках. Но ехать туда из-за холода готов не каждый. Продолжение следует...